видно добрый день добрый день там что ролики смотрю ваши понравились как вы проповедуете как рассказываете сразу скажу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против не против не про слушай говорите пожалуйста какие вопросы есть так ну так вопрос вопроса ну вот масс так маловерие у меня как как вообще какие молитвы надо все равно как-то решу стараешься она получается не знаю как начнется с малого бороду не бреете зачем ее бреете вы же мужчина ну на войне был не брил а сейчас шахте работаю респиратор никак не надо это обман респиратор мне операцию делали когда и начали а в рот толкают шланг то нет нет мы сделаем по-другому сделали это разговор у меня на военном билете я даже 61 год еще был 1961 я уже на военном билете с бородой что вот так вот это подкаблучники мужья бреются на кем жены командуют это власть твоя все узнать буду отпускать у меня была борода не трогайте смотрите христос бородой апостолы все с бородами пророки все с бородами и посмотрите даже патриарх у нас как красиво выглядит с украины которые приезжают они тут развращают народ бритые священники а я с донецка о я и не знал что вы с украины западный разбрат сюда несут на нас все секты все оттуда у нас же тут война ну получается я воевал четыре года вот по телевизору то одно показывает а тут творилось совсем другое за самолетами город наш начали бомбить на то люди ездили туда составляли караваны продуктов туда везли мы это хорошо знаю мой брат священник он туда ездил и там какой-то город такой сейчас я даже не знаю антрацит что ли называется за рядом рядом толканского они туда ездили у него грамота оттуда там какой-то атамана казаков написал там пищать продукты все мы вас помним каждый день молимся вас украина это не другое государство мы один народ а мы один народ но это тем внушили так что они там я не знаю как то они делятся еще им американцы все это я и видел и негры тут вой прыгнул военных и негров они ну на совомогиле мы стояли когда я думаю не американцы все в нас самих я долго ездил по америке меня оттуда пригласили проповедовал в разных городах пришлось говорить американцы что американцы русские которые туда едут и как-то знаешь американцы они все протестанты почти они не православные а раз не православный чередик понятно это вы на зиму приезжайте в барнауле живете зима пара у приезжаем на четыре месяца и вот 10 июня выезжаю день моего рождения а 10 октября возвращаемся я тоже с города уехал хозяйство завел огороды у меня селе живу мы в украину когда ездили у меня книги выше 38 томов и мы по всему миру развозили так нам проезжать надо в шенгенскую зону мы через украину туда и сюда основали а как началась вот эта заварушка то и нам пришлось теперь через юг через грузию выходить дальше понятно вот я получается ну часто утром утренняя молитва вечерняя читаю молитвы молюсь там нас от себя тоже как но вот получается как воевал то я ну все равно как грехи прощает такие надо сознаться а вот вы сейчас кончите говорить я вам скину наши ресурсы и у нас идет молитва по скайпу вы можете подсоединиться к нашему чату а я ж на молитву подсоединяюсь я ж в группе вячеслав забыл это ну не звонят молитва вечером я когда не на шахте включая да 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 он хороший человек одно она видно я с видел ролики как он к вам приезжала потом его в скайпе тоже нашел они меня в группу ну там молитва когда я на дома ну подключаюсь на молитву понятно он приезжал женой с отцом но видать ну от вас вот действительно я на него смотрю люди так от некоторых вот зло прямо посмотришь как вы там вот занимаетесь на душе радостно и самый начал огороды здоровые хозяйства да это жизнь настоящая на природе как один ведь у нас там один фермер как он еще строил зерносклад как наши помогали там надо барабаш барабаш он сегодня был вторник это молочники называется они приезжают с молоком сливками тут ну это их валюта творог сыр там делают ну и скотину колят бывает говяжина баранина свинина яйца привозят то есть теперь уже не как первый год приехали ничего нету ничего того до зимы хоть что-то жилье какое-то сейчас с нормальной дома там из кирпича уже из бруса я сделаю под европейский вид там никогда не догадаешься что тут еще не было ну да сейчас так города жить я не знаю едят всякой ну на домашние уши все самому выращивать саму производить мы слышали это говорить а сейчас что-то случится только из москвы пробка будет 130 километров и поэтому и сегодня уже содружество 100 150 человек где-то выезжать огораживается потому что народ хлынет потому что есть нечего холодильник один барабаша только у него в два склада заполнена пшеница ящмень горох лен ну все есть гречка он один прокормят и нужды никакой нету да слава богу я летом вам звонил вы мне отписали что 10 октября будет потому что оттуда очень трудно было очень высчитывает много там обманывает их а вот заплатил там 550 и я целый день не выключаю а там нет зашел каждая минута и главное месяц сделали на два дня короче месяц надо это вообще с ума сойти и теперь стали сам у меня допустим 1000 на следующий месяц они переводят уже проглотают она здесь у меня на телефоне лежит хоть сколько с одного месяца на другой я никому не звоню они мне лежат и лежат а в ю тубе в сельской местности положили деньги денег нету прокуратура обращались ничего не помогают жулики обманывать людей сюда поэтому я уже в скайп не выходил четыре месяца а тут у меня каждый день беседы и в чат рулетки люди приходят я тоже смотрел вашу как учат рулетки все как ну все ролики ваши сегодня два ролика поставил я каждый день выставляю там 13 14 роликов у нас очень большая работа потому что у меня большие ресурсы я раньше заготовил еще советское время а сейчас их в электронном виде а теперь надо все вопросы это 4124 вопросов отдельными вопросами оформить и чтобы люди могли зайти и вот вячеслав помогает этот а с другой стороны там другой человек сергей пупков 55 папок начинается колдовство без и последняя церковь папка потому что у меня в бумажном варианте 38 томов вышло и 7 которые в электронной версии сны если родственники ну умершие родственники когда снятся умершие но ну разговаривают как это бесы или бог посылает на его вы видели тогда бы можно сказать а сон есть сон было получается на войне я не знаю это как наиву или сон я так и не понял что это было это бывает сон от бога бывает от заботы переедания у меня хотел вам историю рассказать инатий тихонов были ну в окружении мы и окружили нас а у нас была святая вода я всегда бутылку святой воды с собой возил умываемся под хлопцы крестятся а мусульманин подходит один говорит 8 можно тебя ну поговорить с тобой я можно он говорит а мне можно ну выпить святой воды и умыться и р можно он выпивает умывается а сперва говорит можно мне выпить я ну можно море то есть мусульманин я всевышний один он выпил и крестился у меня приятно слышать так на войне от тесно так в миру там может не то а там все верующие когда вот что-то случается так молятся все а как нас нужда не принуждает так и забывают сразу все да 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 у нас идут занятия по skype вы знаете я знаю у меня все в группе занятия все смотрю я могу даже скинуть вам на всякий случай и все наши ресурсы скидайте на тихо ночь буду рад тоже было маме говорю уже когда-то боженька ну даст так чтобы руха хочется потеряю попасть мечта молодые с детьми тогда мы с ними говорим 5 условий знаете первое не лжет не пьет не курит не матерится не ворует тогда мы разговариваем с ним ну курить я с детства вообще ну и не курил никогда выпивать и вино вино мог выпивать не на улите не надо мы в рот не берем нам это не надо наша радость говорил один человек которого я не любил никогда он говорил наша радость от трудовых успехов владимир решили туда уж с богом быть вот это наверное радость наша а меньше грешить у вас пусть какие-то то нет игноте тихо что хотел ты хочешь позвонить пообщаться вопросы так через месяц можете зайти приготовьте все его также позвоните но сначала узнать дома я или нет а то я бывает вот в отлучке здесь в городе он их не понял ну тогда все если ничего нету расстаемся спасибо до свидания с богом отключайтесь василий серехов сейчас я ему накидаю